Отец и дети. Дети от Отца рождаются. Так и христиане, люди обновленные, и сыновья Божии по благодати, рождаются от Бога. А тем, которые приняли Его, Христа, Сына Божия, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиями, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. От Иоанна 1, 12-13. Дети рождаются от семени Отчего. Христиане рождаются водою и духом, Словом Божиим и верою. Восхотев, родил Он нас Словом истины. Иакова 1, 18. Возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. 1 Петра 1, 23. Дети рождаются от Отца по плоти. Христиане рождаются от Бога по духу. Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от Духа есть дух. От Иоанна 3, 6. В детях примечаются свойства и подобия Отчия. Так и в христианах должны быть свойства и подобия Отца Небесного. Должны и они быть святы, благи, милосердны, кротки, терпеливы и прочее. Так им говорится, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят» 1 Петра 1, 15-16. Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. От Луки 6, 36. Дети, что в Своем Отце видят, то и сами стараются делать. Так и христиане должны, в чем можно, подражать Отцу Своему Небесному. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Киевисиным 5, 1. Бог никого не обидит, так и они не должны никого обижать. Бог всем благотворит, так и они должны всем благое делать. Бог всем кающимся отпускает грехи, так и христиане должны отпускать людям их согрешение. Бог грех ненавидит, так и христиане должны грех ненавидеть и от него уклоняться. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Ктимофею 2, 4. Так и христиане всем сердечно должны желать спасения. Отец любит Своих детей, и дети любят Своего Отца. Так и Бог любит христиан, и христиане должны Бога, как Отца Своего, сердечно любить. Дети Своему Отцу угождают, так и христиане должны Богу, Отцу Своему, угождать. Дети берегутся всего того, что Отца их оскорбляет. Так и христиане должны всегда удаляться от того, что Отца их Небесного оскорбляет. А оскорбляет всякий грех и презрение добродетели. Отец с детьми и дети с Отцом любовно разговаривают. Так и Бог с верными душами любовно в Святом Писании беседует. И верные души с Богом любезно в молитве и в словословии беседуют. О любезная и сладкая беседа, которая бывает между Величеством Божиим и подлым человеком, который есть земля и пепел. Господи, что есть человек, что Ты открылся ему, или Сын Человеческий, что Ты помышляешь о нем? Псалом 143. Отец детям радуется, а дети Своим Отцом взаимно утешаются. Так и Небесный Отец верным душам радуется, а верные души радуются Ему. Сердце мое и плоть моя радуются о Боге живом. Псалом 83. Дети Своего Отца из любви называют Отче или Батюшка. Так и христиане Бога из любви называют Отцом и выпьют к Нему Авва Отче. Кремлянам 8.15. А как Вы сыны, то Бог послал в сердца Ваши, Духа Сына Своего, выпиющего Авва Отче. Галатам 4.6. Отче наш, и же Еси на небесех. От Матфея 6.9. Дети у Отца все просят, но Отец дает им не все, а только то, что им нужно и полезно. Так и христиане у Небесного Своего Отца все просят, но не все Он им подает, а только нужное и полезное. Есть ли между Вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если Вы, будучи злый, умеете даяние благие давать детям Вашим, тем более Отец Ваш Небесный даст благо просящим у Него. От Матфея 7.9.11. Дети перед Своим Отцом поступают благоговейно, ничего не делают и не говорят непристойного, и всякое почтение Ему оказывают. Так и христиане перед Богом Вездесущим и Всевидящим должны ходить со страхом и благоговением, ничего не делать, не говорить и не мыслить непристойного. Отец о детях заботится, печется и воспитывает их. Так и Бог о христианах заботится, печется и воспитывает их словом Своим и животворящими тайнами. Дети от наветов злых людей под защиту Отца прибегают. Так и христиане от наветов дьявола и его злых служителей под покров и защиту Отца Небесного прибегают. Отче, избави нас от лукавого. От Матфея 6.13. Они дерзают и поют «Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, постигших нас» Псалом 45. Отец детей из-за погрешности наказывает, но с любовью. Так и Бог, Отец Небесный, наказывает христиан за согрешение их, не от гнева, а от любви. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец? К Евреям 12.6.7. Добрые дети смиряются, исповедуют погрешности свои и признают себя виноватыми перед своим отцом. Так и христиане должны смиряться, от сердца свои согрешения исповедовать и свою неправду признавать и исповедоваться. «Благо мне, что ты смирил меня» – Псалом 118. Отец наказывает детей своих, чтобы честными были. Бог наказывает нас, чтобы нам иметь участие в святости Его. К Евреям 12.10. Отец своим детям готовит наследство. Так и Бог христианам готовит в наследство вечную жизнь и небесное царство. Отец в свое время дает наследство своим детям. Так и Бог, когда придет время, даст наследство христианам и утешительно скажет им «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». От Матфея 25.34. Добрые дети стараются везде поступать честно, чтобы не обесславить имя своего Отца. Так и христиане должны перед людьми жить, чтобы имя Божие не похулилось. Славится и хвалится Отец, когда дети постоянно хорошо живут. Так и славится имя Отца Небесного, когда христиане благочестиво и достойно звания живут. К этому призывает нас Господь. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. От Матфея 5.16. Дети, как не почитают и не угождают своему Отцу, воздают должное Ему, как родителю, воспитателю и промыслителю, а иначе были бы неблагодарными. Так и христиане, как не стараются угождать Небесному Отцу, должное отдают и тем заслужить ничего не могут. Но то, что от Бога получают, даром получают. Богу за показанное и показываемое благодеяние Его к нам никак и ничем воздать не можем, но всегда перед Ним остаемся должниками. Дети, когда их при Отце кто-либо бесчестит или обижает, не мстят сами обидчику, но на Отца своего смотрят и ему свою обиду поручают. Так и христиане должны, когда их кто-либо обижает, не сами за себя мстить, а к Небесному Своему Отцу возводить умные очи и тому, как праведно судящему, отмщение передавать. Тому, который говорит «Мне отмщение, я воздам» Кремлянам 12.19. Отец от Сына непостоянного и неисправного даже после достаточного наказания отрекается, лишает наследства и отпускает его жить по своей воле. Так и Отец Небесный от неисправных христиан, которые не хотят его слушать, отрекается, исключает их от наследования вечной жизни и пускает их по своей воле жить. «Но не послушал народ мой голоса моего, и Израиль не внял мне, и предоставил я их замыслом сердца их, пусть пойдут по замыслам своим» — Псалом 80. Отец чужих детей не наказывает, хотя и видит их неисправными. Так и Отец Небесный, тех людей, которые не его пристные и не домашние, оставляет без наказания, как не своих. Если же остаетесь без наказания, которому причастны все, то вы незаконные дети, а не сыны» — к Евреям 12.8. Отец своих детей не только наказывает, но и утешает. Так и Отец Небесный не только наказывает чад своих, истинных христиан, но и утешает их. Смиривший помилует по множеству милости своей. Плач Еремии 3.32. «При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения твои возвеселили душу мою» — Псалом 93. «Размышляй, христианин, и примечай, каков Бог к христианам, и какими должны быть христиане к Богу. Отсюда христианское утешение и радость. Первое. Сколь тесный союз и общение истинные христиане с Богом имеют, такой, как дети с Отцом. А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом», — говорит апостол 1 Иоанна 1.3. Сколь это великое и преславное дело, постигнуть умом невозможно. Второе. Сколь велико и высоко достоинство христиан. Великая доля быть чадом некоего господина, тем более вельможи, и уж намного больше быть царским чадом. Сколь несравненно больше быть чадом Божиим. Этому удивляется святой апостол и говорит, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». 1 Иоанна 3.1. 3.1. 3.1. Если христиане чадо Божие, то в какую славу облекутся, когда откроются чадо Божие? Земной царь одевает своих детей в красивые и светлые одежды. 4.1. В какие преславные и светлые одежды облекутся чадо Божие? 5.1. Уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. К филиппийцам 3.21. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 1 Иоанна 3.2. Вспомни о нас, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети нас спасением Твоим, дабы видеть благоденствие избранных Твоих. Веселиться веселием народа Твоего. Хвалиться с наследием Твоим. Псалом 105. Псалом 105. Псалом 105. Псалом 105. Псалом 10. Псалом 10. Псалом 10.